здравствуйте христос воскрес воистину воскрес меня денис зовут хорошо у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не против знаю уже ну хорошо смотрел я слушаю вас как у нас нашли то нашел вас через сергея парализованного сначала на него вышел на ролики на его потом увидел что с вами общается на вас вышел на ваш канал youtube канал хотел вас несколько вопросов спросить вот подготовился даже давайте я слушаю себя говорите быстрее получилось я сам проживаю тут недалеко от воронежа в лепестской области город елец сергей он получается в воронеже проживал я еще подумал думаю уже давно он там видеоролики выставлял почему раньше как бы об этом не знали вот и я его не видел как бы и о вас тоже вот недавно совсем услышал и увидел хотел знаете что спросить по поводу старообрядцев узнать вот вы сами со старообрядческой семьи говорили на часто упоминали вот почему старообрядцы вот этот домострой сохранили вот в отличие от грубо говоря остальных русских остальной русской части потому что они ушли в леса и как бы это самое отделились тем самым вот они этот домострой там сохранили женщин своих как бы уберегли вот и сами не развратились вот или по какой-то другой причине вот как это можно в настоящее время внедрить вот во всей стране может быть как-то там не знаю воспитать поколение не испорченная современная молодежь вот в чем в чем секрет как бы это или вот ваша община она же тоже как бы зиждется на этих вот как сказать скрепах там вот все зависит от того насколько человек искренне это желает если он желает один раз увидел записал и выполняй больше тут ничего не надо придумывать это все просто делается вот у нас допустим семье заведено было если я пошел в школу я обязан на иконы где в передний угол три раза поклониться и кто в избе есть сказать благословите мать говорит бог благословит иди все ты веди пришел опять три поклона и все еще со школы пришел на улицу выходишь пододи к дверям перекрестись хорошо и скажи отрекаясь сатаны и всех дел его всех ангел его всей гордыни его все что перед крещением считается впереди себя перекрестил иди ничего не бойся тебе враг ничего не сделает ты помаленьку так это все что услышал сразу к себе перетаскивай они сохранили потому что делали она это помнилось мы помним как перед пасхой отец высчитывал сколько у нас 10 ребятишек и он начинает начать по возрасту независимо женский мужской пол отец мать и дальше уже бабушка которые есть и тогда первым это он пересчитал сколько дней до пасхи и эти дни а в субботу ничья суббота это родительская и он считает получилось две недели назад 14 человек он вот сколько курица не нанесут я из это бабушки следующий идет отец следующий день мать а последний перед пасхой это самый маленький ему курица только начинает нестись ему больше всех тут еще такого нет спасительного но какой-то порядок ты это знаешь и каждый год это повторяется ты благодаришь бога никогда за стол без молитвы не садиться женщины всегда покрыты платками ты попробуй надень на нее немного бороду чтобы не стригли не подстригали не брили никогда этого нету как есть вот какая она есть борода такая и есть вот тебе уже домострой жена не должна слова против говорить она должна слушать что ты сказал она помощница а не руководитель учить жене не позволяю не властвовать над мужем запиши далее прочитала несколько раз учить жене не позволяю не властвовать над мужем выполни это и половина разводов исчезнет как она откуда идет надо научиться так услышал это дело как серафим саровский говорит решимости не хватает четвертого качества лидера а лидер это тот кто ведет лидер ведет впереди это человек над своей душой хозяин в семье руководитель государства он должен иметь шесть качеств лидера вот у меня здесь на ютубе стоит ролик какие качества нужны лидеру прям недавно так было бы увидите если не видели вот и все и все и спорта посмотрю а как считаете вот этот домострой его можно восстановить современном российском обществе или это уже потеряно все навсегда навсегда он только критиковать все может во первых ничего того нету как раньше было он учил этого нету вообще нету старики где-то в детдомах сданы там какой пункт не возьмешь сегодня не так а у нас это все сохранилось мы даже не знали что сохраняем что-то так положено не было так что что-то ягоды сорвал и в рот себе нет по одной маленки собираем разложили вот это отцу вот это матери и чтобы пришел съел это мы даже не знаем как это так и любое дело ложиться спать встали всегда молитва начал называется какие молитвы считать в ребенка это вкладывается это на уровне подражания надо думаете детей стоит современные детские сады отдавать там я не знаю не стоит например сын я его хочу я его хочу в православную гимназию перевести из обычной школы ну потому что ну жалуется постоянно как бы детишки там в основном вот из его класса больше половины семьи без отцов я еще удивился мое время у всех а там я когда учился в школе 20 лет назад родители были папа мама обязательно у них сейчас мамы только воспитывают отцов нету больше чем у половины там человеку 20 из класса у 15 нету отцов вот и жалуется в плане того что ну он такой крепкий парень так он в обиду себя не даст но все равно рассказывает мне не нравится мне как сказать вот этот дух там такой школьный и и как учителя относятся и как детишки между собой общаются позорят друг другу один получает двойку а другие над ним смеются всем классом что он двоечник там глупый недоумок и тому подобное вот я как бы у нас православная гимназия в городе есть поначалу я его не отдал туда в эту гимназию потому что не хотел но там вот были у меня такие моменты что там не знаю может это чересчур сильного самомнение там от гордыни там про нашу церковь что там с папой римским патриарх встречался там сергианство и тому подобные вещи думаю чему его там научат лучше я его буду богу убить как бы это сам что знаю и ему и преподам вот на теперь что-то хочу наверное школы его забрать и в гимназию православную перевести как считаете правильно это или нет думаю что правильно думаю что правильно а младшую дочь в садик не хочу отдавать подумал думаю быть лучше дома с женой бог дает работу деньги я один зарабатываю а жена дома сидит детей воспитывает а сколько детей ну двое так ну так вообще я вырос один семье мне всегда хотелось братьев сестер не знаю если бог даст я бы например бы еще бы завел бы как здоровье там ну ради двух ребятишек дома сидеть жене я думаю что это шикарно шикарно вот у нас отец без руки с войны вот так пришел десять ребятишек и мать работала на ферме а чем она делала сидела то она рано встает все приготовила корову подоила это отца собрала и все идет работает а мы сами ребятишки все управляемся а еще же сидеть то есть скучно и у нее мысли какие пойдут ничего не слышно у вас что-то задели там вы задели что-то не слышно не слышно ничего вы что-то там задели видно посмотрите все еще не слышно не слышно ни одного слова нету ничего все там посмотрите ну вот так слышно это прерывается плохая связь слышите да плохая связь еще хотел спросить и на тихо сейчас просить вот по поводу крещения да у вас такая позиция жесткая там троекратным погружением вот чтобы все крестились а например у меня одного ребенка батюшка крестил я прям видел он троекратным погружением крестил вот один батюшка а второго ребенка уже так в купель опустил опустил его грубо говоря до шеи и сверху водой поливал да я тоже как сказать с вами согласен в этом плане что обряд надо но стараться не отходить от обряда вот но тем не менее таких же людей накрещено очень много вот там обливанием поливанием и там святые отцы они тоже не каждый там ну я не помню кто-то мне говорил или я читал что не каждый там кто-то в пустыне пустынники там кто-то крестился и без троекратного погружения там вот почему у вас такая жесткая позиция в этом плане и почему обязательно обязательно перекрытие ничего нету не слышно у нас разговор разговора нету потому что я половина не слышу она прерывает все время я попал по поводу крещения хотел спросить почему вы считаете же людей крещение какое что значит жесткая если тебе ты пищу жуешь но про проглотить надо жевать это жестко или нет так установлено а танец это таинство глупо это не обрядность это таинство а много людей сейчас крестят именно так вот не они не крестят они обманывают крестят означает погружают они погружают крещения то нету обман деньги взяли и больше ничего нету еще значит жестко 50 апостольское правило гласит если нет три погружения священник да будет извержен выгнать его пираты захватили корабль ну а как получается таинство тогда не свершилась не какое танца когда ни погружения не было какое таинство то пустыне песок златоуз горит бреди пьяных старух собираете понял а вот еще по поводу того что деньги берут не берут за крещение вот например с меня такого жесткого требования не было когда детей крестил чтобы за них платить вот но я сам хотел отблагодарить священника я как бы понимаю что у него там тоже свои жизненные необходимости и дети и все такое и вообще как бы миряне по большому счету приход содержит ну как я считаю вот надо какую-то свою лепту уносить то что я ему деньги дал это же как-то как благодарность от всей души вот я например считаю это как симония грех смертный вы дайте в другой день а закрещение даже близко не подходите деньгам чтобы совсем-то это симония это смертный грех так все отложить надо ничего не получилось разговора легче так так Продолжение следует...